Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое, уже третье за сегодня видео. И этим вечером я снова хочу поговорить про Терра Луну и Юэсти. Луна сегодня падала до 80 центов, теряя в цене 98% за сутки. Сегодня я хочу поднять тему того, как создатели Терра Луны собираются её спасать, и кто стоит у истоков такого масштабного падения. Некоторые имена для тебя будут очень неожиданными. Давай обсудим это. Это уже третье видео за сегодня. Максимальная моя продуктивность. Я буду очень рад, если ты подпишешься на канал, если ты тут впервые. И не забудь поставить лайк. Давай наберём хотя бы 5000 лайков. Ты не представляешь, как меня это мотивирует и заводит. Большое спасибо за такую поддержку, и мы переходим прямо к контенту. Итак, у Терра были резервы. 3 миллиарда долларов в биткоине, ещё миллиард в других активах. К сожалению, эти резервы, которые должны были обеспечивать TableCoin UST и поддерживать его паритет с долларом, были задействованы слишком поздно, как сообщает CoinDesk. Время и своевременность в таких ситуациях решают очень много. Проблема оказалась в том, что механизм обеспечения токенов UST резервами оказался ручным, представляешь? А не автоматическим. Команда Терра Луна до сих пор работала над внедрением такого автоматического механизма. Это просто шокирует на самом-то деле. К сожалению, они не успели его создать и внедрить. И поэтому всё производили в ручном режиме. И создатель Терра Луны, Доу Квон, на самом деле знал об этом даже ещё за месяц до того, как всё это случилось. А именно в апреле 2022 года, как сказано в этой статье. Кстати, именно его высказывания, что иногда проскальзывали насчёт продажи некоторой части биткоина ради поддержки паритета UST и доллара, вызывали слухи о том, что он уже тогда знал о неустойчивости своего проекта и даже планировал слить и биткоин вместе с ним. Об этом написано в этой статье ещё от начала апреля 2022 года. Кстати, здесь же можно найти ещё одну известную цитату создателя Терра Луны. Квон не единожды говорил о том, что если UST потерпит неудачу, весь криптовалютный рынок потерпит неудачу вместе с ним. И знаешь что? И знаешь что? Они слили весь свой резерв. У них больше нет биткоина. Посмотри, баланс 0 биткоинов. Почти 71 тысячу биткоинов, которые они накапливали для обеспечения своего токена UST, они продали за 2 дня. Вместе с остальными активами их резервов осталось всего лишь на 100 миллионов долларов. Точнее 98 миллионов долларов. А было 4 миллиарда буквально несколько дней назад. Так что сейчас они просто очень отчаянно нуждаются в деньгах. У них нет денег для того, чтобы вернуть токен UST паритет с долларом США. Чтобы один токен UST, как и положено стейблкоину, стоил 1 доллар. И если мы посмотрим на самый популярный DeFi сервис на TerraLunia, Anchor, то увидим, что общий депозит в этом протоколе уменьшился практически вдвое, всего лишь за одни сутки. При этом за последние несколько дней он потерял 75% депозитов. И что это значит? Это значит, что 75% людей вытащили свои UST из Anchor. И зачем они это сделали? А для того, чтобы просто-напросто в панике их продать. И это все на фоне раздувания больших страхов практически изо всех углов. Все об этом говорили и говорят. Даже блин! Министр финансов США Джанет Йеллен прокомментировала эту ситуацию с UST. Она использовала ее как пример, почему стейблкоины в срочном порядке нуждаются в четкой регулятивной политике на территории США. Да и всю криптоиндустрию с ее точки зрения нужно срочно регулировать. Может быть она и права, кстати говоря. Когда стейблкоин, который должен стоить 1 доллар, всегда падает до 27 центов и люди теряют очень много денег, возможно нам действительно нужно задуматься о том, что эту сферу нужно регулировать. Вроде бы в какой-то момент TerraUSD пытался стабилизироваться, но потом что-то пошло не так опять. Кто-то начал раскачивать эту историю дальше, потому что в твиттере появилось очень много одинаковых идентичных комментариев, призванных продолжить паническую распродажу UST. Очевидно, есть заинтересованные люди, которым необходимо развалить TerraLuna и UST. Этот пользователь в твиттере обнаружил связь TerraLuna и Genesis Trading. Так уж случилось, ребята, что владельцем Genesis является и владелец некой компании под названием Citadel. Оказывается, что Citadel использовала третью компанию, которой оказалась Genesis Trading для некой схемы обогащения из 6 пунктов, которые ты видишь у себя на экране. Создатель TerraLuna, DocWon, пытался купить еще биткоинов на миллиард долларов для обеспечения токена UST. Но в Citadel подумали, зачем помогать этому парню, если можно использовать его UST, встать в большой шорт, обрушить рынок и заработать кучу денег. Вот такая схема. И знаешь, почему это вполне реально? Может быть правдой. Потому что именно Citadel стояла за шорт-сквизом GameStop JME и AMC в прошлом году. Очень громкая на тот момент история, о которой мы освещали на этом канале. Если ты подписан уже достаточно долго, ты о ней помнишь. Но дальше еще интереснее. Создатель криптовалюты Tron также, кажется, замешан в этом деле. Всего два дня назад он написал, я покупаю UST. А зачем ему покупать стейблкоин, который всегда должен стоить 1 доллар? Просто в чем логика-то вообще? Тем более, что у Tron есть свой собственный стейблкоин USDD. Дуквон, создатель Терры, задался тем же вопросом. И Сан ответил ему, а может быть, у меня есть секретный план. У Джастина Сана огромное количество денег. Он вполне мог купить кучу UST. И, возможно, использовал это для того, чтобы шортить его раз и рекламировать свой собственный стейблкоин USDD 2. Сразу двух зайцев одним выстрелом. Очень странно, что всего два дня назад Джастин Сан запостил эти посты в Твиттере. Ну, очень странно. Не похоже на совпадение. Как мы видим, есть ряд достаточно жирных игроков, которым все это было выгодно и которые, кажется, готовились к этому. Тот, кто добивался этого, кажется, преуспел. Доверие к Терра Луне, UST и Доу Квону как минимум подорвано, если не сказать больше, развалено. Из-за этого, к сожалению, на всю криптовалюту падает тень недоверия со стороны потенциальных ее пользователей. Доу Квон, создатель Терра Луны, это молодой человек, который создал супер успешный проект. И этот проект стал крупнейшим по капитализации криптовалютным проектом. Но в какой-то момент Доу стал слишком высокомерным. Многие люди это заметили, особенно в Твиттере. Он постоянно насмехался над людьми и вел себя высокомерно. Посмотрим, что он пишет у себя в Твиттере последние дни. Последнее, что он написал, это «приближаемся к решению». Держитесь, лунатики. Десять часов назад он написал, что есть огромный план по восстановлению UST. Скоро он им поделится. Но самое интересное было вчера. Он написал, на подходе большие капиталы. Спокойно, ребята, спокойно. Такое типа, ну все путем, все под контролем. И как мы видим, нет. Это идеальный пример, как молодой парень, у которого все было, превратился из мотивированного, идейного лидера, высокомерного босса. Даже создатель кардана, Чарльз Хоскинсон, это заметил и ударил в обратку по Доу Квону за свои какие-то прошлые терки. Все это человеческая психология, но где же помощь? Где спасение Терра Луны? И в чем оно может заключаться? Что ж, есть один парень из компании The Block. Его зовут Лэри Чермак. Он сообщил следующее. Терра, растратив все свои резервы, отчаянно пытается привлечь от 1 до 1,5 миллиардов долларов прямо сейчас. Их план заключается в продаже токенов Луна компаниям, которые в этом заинтересованы, с некоторыми условиями. Например, эти токены должны быть залочены на один год. И кроме этого, продажи токенов будут с 50% скидкой. Такой вот план спасения. Если сейчас Луна стоит 2 доллара, то со скидкой это будет всего лишь 1 доллар. И если Луна вернется обратно к своим стандартным ценам, эти компании заработают огромное количество денег. Уже, кстати говоря, есть компании, которые на это согласились. Например, Jump, Celsius и Jane Street. А LaMedia, кстати говоря, тоже может к ним присоединиться в скором времени. Вот это их план спасения. Если Kwon получит эти от 1 до 1,5 миллиарда долларов, получится ли у него вернуть USD паритет с долларом США? Чтобы USD наконец стоил 1 доллар, как и положено. Я надеюсь, что получится. И если получится, как гарантировать, что больше никогда не произойдет такого краха снова? Как гарантировать, что какой-нибудь Justin Sun или какая-нибудь компания Citadel снова не провернут такие странные схемы по собственному обогащению нападений USD? Может быть, биржи будут останавливать выводы Terra Luna и USD? Не знаю. В любом случае, сегодня я рассказал о странных совпадениях, о том, кто может за этим стоять, о том, что Доу Квон знал кое-что об этом еще месяц назад и о том, что у них есть план спасения. Я очень надеюсь, что они выживут и как-то восстановятся. У них все еще есть большая экосистема. Даже несмотря на сумасшедший крах золоченной стоимости в их протоколах, они до сих пор занимают третье место по золоченной стоимости среди всех существующих DeFi экосистем. Это показывает, какими большими и сильными они были. Очень больно холдить Terra Luna, которую ты начал накапливать с 50 долларов, продержал до пиков 120 долларов и теперь продержал до падения ниже 1 доллара. И это все на протяжении двух месяцев. Я потерял миллионы. Очень больно, неприятно. И мне бы они сейчас очень сильно пригодились бы. Поэтому надеемся, что их план сработает. Я как холдер очень этого хочу. Ну а меня зовут Богатей, ищи Ди, и все будет просто замечательно. Не переживайте ни о чем, и просто ждем лучших времен. Подписывайся на канал. Телеграм-ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями. Комментируй обязательно. Богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok